Ростов сегодня это задержание подозреваемого в стрельбе по полицейским в Новошахтинске. Он отсиживался в необитаемом доме в селе. И помощь Донбассу от диаспор. В Луганск, Северодонецк и Рубежный отвезли продукты и накормили людей пловом. Это продление закрытия южных аэропортов еще на неделю и налить, которую создают порывы. А также открытие после реконструкции бассейна «Волна» и первый в области детский пункт проката техсредств реабилитации. Ростов сегодня это смотр водителей пожарных машин со скоростным маневрированием. А еще это выставка коллекции Алексея Залогина «Собрание в собрании» и «Слабеющий мороз и ветер за окном». На Первом Ростовском информационная программа «Ростов сегодня». Ее ведущие Рубен Данов и Алина Николаева. Здравствуйте. Здравствуйте. Ранивший полицейского в пригороде Новошахтинска задержан. Об этом сегодня сообщил Василий Голубев. Подозреваемого обнаружили в пустующем здании в селе Киселево Красносулинского района. Следком сообщает, что раньше он был судим за кражу и разбой. Напомним, накануне около полудня мужчина в камуфляжной форме обстрелял полицейских. Одного из них ранил и скрылся. Губернатор поручил оказать пострадавшему всю необходимую помощь. Для этого из областной клинической больницы была отправлена бригада сосудистых хирургов. Состояние раненого средней тяжести. По предварительной информации ТАСС от правоохранительных органов в полицейских стрелял из пулемета дезертир. В кратчайшие сроки подозреваемый был установлен и задержан сотрудниками полиции при содействии Росгвардии. Им оказался 38-летний житель другого региона. Следственными органами по факту нападения на сотрудников полиции принято процессуальное решение. Следком возбудил уголовное дело пока по двум статьям. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконный оборот огнестрельного оружия. Народы вместе сквозь года так назвали свою волонтерскую миссию на Луганщину представители этнокультурных общественных объединений Ростовской области. Помочь жителям освобожденных с северодонецка и рубежного решили живущие на Дону осетины, киргизы, татары, корейцы, армяне, азербайджанцы, афганцы и турки. Морозным утром колонна гуманитарных газелек и грузовиков едет из Ростовской области на Луганщину. Первой остановкой представителей этнокультурных объединений стал Луганск. На память осталась фотография у стелы города-героя. Потом дорога в недавно освобожденный с северодонецк. Там волонтеры развернули полевую кухню. Запах стоит невероятный, аж шлюнки текут. Чувствую, что плов будет отменный, очень вкусный. Живущие на Дону киргизы, осетины, армяне, азербайджанцы, корейцы, татары и турки угощали нуждающихся пловом, пирогами и чаем. Свою волонтерскую миссию назвали символично. Народы вместе сквозь года. Я рада, что попала на эту, корейцая, гуманитарную еду, что люди позаботились о нас. В основном приходили пенсионеры. Те, в чьих домах нет газа или электричества. Хотя таких с каждым днем все меньше, рассказывает глава городской администрации. Без газа остаются около сотни домов. Их постепенно подключают. Вода есть в 80% домов. Без помощи российских волонтеров и строителей ситуация была бы сложнее. Вот сегодня замечательная акция, которая проходит уже не первый день на территории города Северодонецка. Она действительно идет от души, от сердца, когда люди приехали и своими руками готовят горячий плов и раздают жителям. Жителям это нравится. Они понимают, что они сегодня не брошены. Они сегодня в составе одной большой семьи, которая называется Россия. Дальше донские волонтеры приехали в рубежное и привезли в местный склад гумпомощи продукты. Ежемесячно за ними приходят тысячи человек. Маломобильным еду привозят на дом. Ну и здесь местных тоже накормили пловом. Дмитрий Сумской, первый ростовский. 9 декабря в нашей стране отмечается День Героев Отечества. Один из таких – донской пилот-вертолетчик экстракласса Валентин Падалко. Он совершал боевые вылеты в Афганистане, Чечне и других горячих точках. Участвовал в спасательных операциях после землетрясений и наводнений. А в декабре 93-го сыграл решающую роль в операции по освобождению ростовских школьников и поимке террористов, за что удостоен звезды Героя. А было это так. Утром 23 декабря четверо вооруженных преступников ворвались в 25-ю школу Ростова и захватили в заложники 15 учеников 9-го класса – учителя и водителя автобуса. Добравшись до военного аэродрома, потребовали продукты, рацию 10 миллионов долларов и вертолет. Пилотировать его добровольно вызвались командир ростовской вертолетной эскадрильи Валентин Падалко и штурман Владимир Степанов. Три дня они вели переговоры с преступниками, которые ждали деньги и периодически стреляли по зданиям аэропорта. Основной задачей на тот момент являлось, видимо, воевать как-то с ним, с этим главарем, не имея оружия, а вот обладая хитростью, словами, там, каким-то разговором, вот, психологически, психологически войти в доверие. И это им удалось. Когда выкуп был уплачен, а заложники отпущены, террористы потребовали лететь в Чечню. Но пилотам удалось их обмануть и высадить в Дагестане, где те были задержаны. Полковник Падалко ушел в запас в 2003 году, но с вертолетами не распрощался. Сейчас он работает летчиком-испытателем на Росвертоле. 11 российских аэропортов, в том числе Платов, останутся закрытыми и после 9 декабря. Росавиация объявила сегодня об очередном продлении ограничений на полеты гражданских самолетов. Небо закрыто до 15 декабря. Меры по-прежнему касаются воздушных гаваней в Ростове, Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Симферополе и Элисте. Ближайшие работающие аэропорты – Сочи, Минводы, Волгоград, Саврополь, Москва. Двое маленьких детей сгорели в частном доме. Трагедия случилась в хуторе Усьман Багаевского района. Родители оставили малышей без присмотра. Подробности этого пожара в сводке Ростовского городового у Татьяны Цепелевой. Также я расскажу о взрыве газового котла в пятиэтажке, двух ДТП с пешеходами и нарушителе правил парковки, который за это поплатился. Но начнем с трагического пожара. Трехлетний мальчик и пятилетняя девочка погибли во время пожара в хуторе Усьман, это в Багаевском районе. Пожар на улице Донской начался около четырех часов дня во вторник. На момент прибытия спасателей огнем был охвачен весь небольшой дом размером 4 на 7 метров. Уже стали рушиться крыша и стены, огонь перекинулся на летнюю кухню. Потушить пожар удалось в 16.50 силами 24 спасателей и 10 пожарных машин. Но позже были обнаружены тела двух малышей. Оказалось, они были дома одни, без присмотра взрослых. Причины пожара устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Выпил лишнего и задумал самостоятельно отремонтировать газовое оборудование. Но в итоге разрушил свою квартиру и чуть не погиб. Газ рванул накануне вечером в Черноморском переулке Азова. Нетрезвый хозяин квартиры стал чинить газовый котел и сделал что-то не так. Взрывная волна выбила стекла и входную дверь. Соседи тут же вызвали пожарных и те ликвидировали последствия взрыва, передав медикам виновника, получившего ожоги. Несущие конструкции дома не нарушены, сообщает МЧС. Мужчина перебегал оживленную магистраль в неположенном месте и был сбит автомобилем. 21-летний водитель, ехавший накануне вечером по Королево в сторону Добровольского, нажать на тормоз от неожиданности не успел и на скорости снес пешехода. Спасти пострадавшего не удалось, он скончался на месте до приезда врачей. Еще один наезд на пешехода был накануне днем в шахтах. 70-летняя пенсионерка тоже решила перебежать дорогу в неположенном месте и оказалась под колесами Форда Фокуса. Но здесь пострадавшая делалась травмами. Она в больнице. Припарковался на тротуаре и лишился лобового стекла. И это не месть прохожих. Виновник ЧП на Шолохова «Ветер». Он оторвал плитку и та проломила крышу припаркованной машины. В сети это все объяснили карой автохаму за нарушение правил парковки. И на этом у меня все. До встречи. Мороз атакует коммунальные сети. Серьезная авария произошла в частности сегодня ночью на Каяне. Порвало водопровод диаметром 300 мм в районе дома 11А. Нальд на дорогах сковало Закруткино, Советскую, Первую линию и Театральную площадь. Коммунальщики уже утром локализовали течь и приступили к ремонту. Восстановительные работы проводят без отключения потребителей. Обработать пескопастой и убрать ледяную корку с проезжей части обещают в течение суток. Как сообщал водоканал накануне, на ликвидации наледей в местах порывов круглосуточно работают больше десятка единиц спецтехники. Автогрейдер, комбинированная дорожная машина, пескоразбрасывающая установка, экскаваторы, самосвалы. В волне какие-то новые, более мощные волны от взмахов рук пловцов. Ведь сегодня бассейн открыли после реконструкции. И торжественно подвели итоги основной части работ по преображению водной части спорткомплекса «Динамо» с сохранением давно привычного горожанам внешнего вида. Сегодня в бассейн можно и без плавательных костюмов. Волну открывают после реконструкции торжественным построением сотрудников правоохранительных органов и силовых структур. В 2020 году я знакомился с объектами спортивной инфраструктуры Ростова и видел, в каком состоянии находился этот бассейн и другие спортивные сооружения. Сегодня мы этот объект довели до уровня, на котором можно проводить международные соревнования. Не один год идет обновление инфраструктуры ростовского «Динамо». И вот дошла очередь реконструировать бассейн. В порядок привели холл, раздевалки, прилегающую территорию и особое внимание уделили фасаду. Ведь волна должна остаться визитной карточкой Ростова. Такой, какой ее привыкли видеть многие поколения горожан. Дело в том, что это не просто объект. Это объект позднего конструктивизма. И архитектор занялся. Заменито достаточно архитектор. И поэтому, когда мы разрабатывали проект реконструкции, мы, естественно, советовались с архитектурным сообществом. И цель была такая – сохранить облик, историю. Под флагом «Динамо» объединены больше 20 тысяч сотрудников ФСБ, МВД, прокуратуры, следкома и Росгвардии. Но не только они занимаются здесь спортом. Часть объектов открыты для всех ростовчан. Такой бассейн-легенда. Здесь десятки лет поколение ростовчан всегда тренировались. Но в этой же кузнецах наших олимпийских чемпионов мы уже забываем, что два олимпийских чемпиона – это выходцы из нашего бассейна «Динамо». Кстати, среди олимпийских чемпионов и призеров воспитанников ростовского «Динамо» и пятиборец Андрей Моисеев и фехтовальщица Лариса Коробейникова и борец Заур Курамагомедов – все они должны стать примером для новых чемпионов. Сейчас обсуждается вопрос и решается президентом, наверное, такие указания. О том, чтобы вернуть спортивную секционную работу молодежью именно через «СКА», «Динамо» и создать это для того, кто должен прийти в спорт в звуки достижения. Тот, кто начинает заниматься с детства. На «Динамовских» спортобъектах сейчас занимаются около шести сотен детей, предусмотрены и группы для ребят с ограничениями здоровья. Виктория Щетинина, Юрий Лешко, Первый, Ростовский. Кресла, коляску или ходунки для детей с ограничениями здоровья теперь необязательно покупать. Их можно взять на время. Первый в области детский пункт проката технических средств реабилитации открылся в шахтах на базе центра реабилитации «Добродея». Такой реабилитационный стол для детей, которые плохо владеют своим телом – незаменимая вещь для них и родителей. Есть, рисовать, лепить, да вообще заниматься чем угодно, ребенок может за ним без риска упасть. Прогулочное кресло-коляску, вертикализаторы, ходунки нескольких видов, спецвелосипеды, тренажеры, стейперы и другие технические средства для инвалидов теперь можно взять на время в новом пункте проката. Эти велосипеды, например, помогают подросткам перемещаться в поселках. Сегодня здесь три десятка тех средств и дают их на прокат бесплатно. Более того, здесь можно еще и научиться всем этим пользоваться. Мы вместе с ребенком и с родителем подберем, осуществим подборку и настройку технического средства реабилитации. Мы обучим родителю использовать его в домашних условиях. Мы дадим с собой видеовизитку и номер специалиста, который будет в онлайн-сопровождении участвовать на весь период нахождения в домашних условиях технического средства реабилитации. Основная задача этого пункта проката – продолжить реабилитацию дома, то есть обеспечить непрерывность процесса. Родители, взяв это средство реабилитации с собой, смогут либо использовать его, пока они дожидаются подобного реабилитационного средства от фонда социального страхования, либо они в межреабилитационный период будут его использовать. Но самое главное, что процесс не будет останавливаться. Чтобы взять необходимые техсредства реабилитации, нужно представить в Центр Добродея заключение участкового врача, подтверждающие необходимость помощи, и заключить договор. На прокат дают на срок до полугода, но при необходимости договор можно продлить. Дарья Гаркова, Руслан Хамчиев, Первый Ростовский. Водитель в пожарно-спасательной части, можно сказать, самый главный. Именно от него зависит, как быстро и безопасно он доставит на пожар боевой расчет. А понять, кто из этих главных лучше, помогает смотр-конкурс по скоростному маневрированию на пожарных автомобилях. Его проводят в Ростове для городских частей МЧС уже третий год. На старте сегодня 13 команд и наша съемочная группа. Проехать плавно по змейке, не задев конусы, даже опытному водителю не всегда удается. А для пожарных автомобилей «Урал» оцениваются и скорость маневрирования, и безопасность. Смотр-конкурс водителей ростовских пожарно-спасательных частей в этом году проходит в непогоду. Минус 7 при ветре, как в 7-10. Но ведь и такими могут быть условия на реальном выезде. А МЧСникам выбирать не приходится. Оценивается водителем мастерство, аккуратность и немаловажный опыт. Здесь как езда задним ходом, в то же время маневрирование между фишками. Это, скажем так, та ситуация, которая происходит у нас ежедневно на наших городских дорогах. Каждому из 13 участников надо пройти три этапа. Уже упомянутую змейку, затем попасть в колею и припарковаться. Финишируют задним ходом вновь через колею. Соревнуются на время и проехать чисто пока никому не удается. Лучший показатель без штрафов 36,84 секунды у водителя 34-й пожарно-спасательной части Александра Чеглотанева. Но при маневрировании он задел три конуса, прибавили 15 секунд. Наехал двумя колесами на деревянные брусья, еще плюс 10. На 20 секунд штрафанули из-за грубой преодоления других препятствий. Итого 81,84. Такими машинами очень сложно на самом деле управлять. Обзор маленький, габариты большие. В городах у нас плотность застройки и парковки автомобиля очень высокая. Зачастую, то есть неподготовленный человек, он попросту во дворы не заедет. По городу не сможет. Плюс сейчас еще, видите, климатические условия сложные. Гололед где-то может стянуть, подтащить. Поэтому на самом деле это очень тонкая работа. У Ярослава Славчука «Урал» рабочая машина. За ее баранкой водитель второй пожарно-спасательной части уже шесть лет. Поэтому полосу препятствий прошел почти идеально за 54,60. Плюс единственный штраф – 20 секунд за двойной наезд на колею. Мое пожарное подразделение находится в центре самого города, на Максима Горького, вторая пожарно-спасательная часть. А там гораздо сложнее условия. И чем здесь, даже на этих соревнованиях, приходится нам протискиваться, проезжать в те места, где даже легковые машины не могут проехать. А мы проезжаем на этих пожарных автомобилях. В итоге эти меньше полутора минут, а Славчука – лучшее время смотра. Поздравляю. На своей машине победили. Юлия Сурикова, Виталий Ступаков. Первый. Ростовский. Вандалы лишили Ростов буквы «В». Новая инсталляция в парке Островского практически сразу оказалась разобрана на части. Наш корреспондент Юлия Карасюк заметила это через интернет и готова рассказать, что еще возмутило или развеселило ростовчан в сети. Еще по Северному водохранилищу рассекали дети на электросамокатах, а в автомойке поселилась собака-обжирака. В таком пейзаже вполне могла бы появиться снежная королева. Трубу порвало в парке авиаторов и получилась ледяная сказка, в которой не хватает только трона для правительницы с холодным сердцем. Если бы порвало канализацию трубу с горячей водой, узоры могли бы быть интереснее, шутят в сети. А кто-то расстроен тем, что совсем скоро эта красота растает. Через несколько дней нашим улицам обещают стабильный плюс. К ходокам по льду мы уже привыкли, но к ездокам еще нет. Дети решили с ветерком пересечь на самокатах Северное водохранилище. Отъехали далеко от берега и были остановлены взрослыми. Один из них после написал. Подошли, попросили мальчишек уйти. Справедливости ради надо сказать, что ребята не спорили и сразу покинули лед. А в комментариях просят, будьте аккуратнее, пока лед еще не окреп. Любят ли ростовчане Ростов? Судя по этой фотографии, нет. Новый арт-объект в парке Островского «Я люблю Ростов» лишился буквы «В» еще до открытия. Пока непонятно, унесло ли ее ветром или забрали жители Сельмаша. Но на трубе ее не осталось. Возможно, это та самая экономия на новогодних украшениях, о которой постоянно говорят городские власти, пишет автор публикации. Есть и вариант, что вместо сердца под целлофаном буква «П». И получается, я просто на Дону. Найден типичный представитель животного мира после новогодних праздников и каникул. Слишком полный пес поселился на ростовской автомойке. Такое ощущение, что ему сложно встать из-за веса. Собака-обжирака. Так ласково подписывает фотографию автор. Может быть, она от голода опухла, а вы все обжирака да обжирака, спрашивают одни, а другие поясняют. Просто кость широкая, пушистая кость. А мне на этом все. Передаю слово. Спасибо, Юля. А мы продолжаем выпуск. Это практически детективная история. Началась в 1946 году, когда в Ростовский музей изобразительных искусств было передано на временное хранение 56 произведений после смерти владельца Алексея Залогина. Вопросов сразу много. И главное, как удалось сохранить коллекцию в военное время. Ведь тут картины, фарфор, бронза 18-19-го, начала 20-го века. И кто такой этот Залогин? Некоторые ответы дает спустя 75 лет выставка «Собрание в собрании». Подсвечник ваза «Раковина на Орле». Портрет императрицы Марии Федоровны или китайские фарфоровые вазы. Как все это попало в собрание Алексея Николаевича Залогина, сегодня на этот вопрос никто не может ответить. Но то, что все это высокохудожественные, музейные вещи, это абсолютно точно. В акте 1946 года это полотно обозначено просто – портрет военного. А теперь мы точно знаем, что это полковник Карл Мердер, воспитатель детей Николая I, а изобразил его немецкий художник Франц Крюгер. Эти парные детские портреты 18-го века – работы Ван Лоо, французского живописца, голландского происхождения. А ваза с морским пейзажем сделана в 1899-м на императорском фарфоровом заводе, расписана в 1901-м. Вы знаете, сама форма. Даже в коллекции императорского фарфорового завода нет этой формы. Есть только повторение в русском музее, но расписано совсем иначе. Я не представляю, какими возможностями нужно обладать, чтобы заказать индивидуальную роспись в вазы на императорском фарфоровом заводе. Есть предположение, что императорский яхт-клуб заказал эту вазу в подарок коронации Николая II. Из временного хранения коллекция Залогина перешла в основной фонд музея. Через ЗАГС установили, что коллекционер умер в возрасте 78 лет и что жил он в Нахичеване в районе 14-й линии. В графе «Род занятий» было написано «Кустарин». Каким ремеслом занимался человек этот, неизвестно. Думаю, в 78 лет уже никаким. Стало известно, что у него был сын, который родился в 1894 году. Значит, в 46-м ему было 52 года, и он вполне мог претендовать на это наследство. Были и внук Александр, и правнучка, но по старым адресам давно живут другие люди, а то и квартир уже не существует. Но все еще может быть, и когда-нибудь тайна собрания Залогина откроется полностью. А путешествовать здесь по истории собрания в собрании можно до конца января. Галина Белоусова, Сергей Вишняков, Перворостовский. Ассоль и Грей, Лангрен и Мэннерс, Мэри и Эгель. Герои Александра Грина стали и героями мюзикла Максима Дунаевского. Алые паруса любви и веры подняты на сцене Ростовского музыкального театра. Свою повесть-феерию Грин впервые опубликовал в 1923 году. И можно сказать, что век спустя она остается одной из самых романтических литературных историй. А капитана будут звать Грей. А Эгель, собиратель песен, легенд, преданий и сказок укажет Ассоль путь к мечте. Ведь главное верить. 12-й день рождения, на который отец подарил девочке кораблик с алыми парусами, станет первым днем ожидания чуда. Но для всех она с тех пор будет просто сумасшедшей. И повзрослевшая Ассоль продолжает ждать Грея, а себя видит морской невестой. В мюзикле, конечно, жестче вся история того, как Ассоль не принимают. Вот. И для меня эта героиня чем-то похожа на Снегурочку. Потому что у нее такое свое понятие любви, какое-то чистое. То есть у нее какой-то именно любовь как образ. И она этот образ видит в Грее. Персонаж-загадка. И это даже очень интересно, потому что каждый зритель может после спектакля сам подумать и решить, а кто же он все-таки, какой он персонаж. Положительный, а может быть отрицательный. И вот это вот послевкусие, которое остается, оно очень важно, потому что оно заставляет людей думать, мечтать, размышлять. Как скажет на пресс-конференции режиссер-постановщик мюзикла, наш спектакль отличает свой стиль и манера исполнения. А общая идея – за Александром Грином. Само решение стилистическое подсказал сам Александр Грин, потому что он его обозначил как мир фантазии. Мы его немножечко на современный лад сделали мир фэнтези, но вот мир нашей фантазии. Такая современная сказка получилась. У нас, собственно, редакция, основанная на музыкальной партитуре, которую Максим Исаакович сделал для театра Екатеринбургской музыкальной комедии. Это «Одиннадцатый год». То есть, можно сказать, одна из примерных работ его, этого спектакля. И, соответственно, каждый театр вносит в эту партитуру какие-то свои изменения. «Хочешь, скуплю здесь красный шелк и развешивай его на реках? Хочешь, все брошу к твоим ногам? Хочешь, я стану еще богаче?» Авторы мюзикла несколько отошли от оригинала и добавили еще одну сюжетную линию – линию любви Кассоль сына Мэнерса. «Мальчик-бунтарь, он такой внутренний, не сбывшийся в какой-то степени грей. Он тоже хочет вырваться на свободу, он хочет быть этим героем. Ну, просто не получается, потому что он не умеет». «Он приплыл!» «Продолжайте, продолжайте, не могу!» «Он приплыл!» Вот так видится спустя сто лет история под алыми парусами. Чудеса верят, чудес ждут, о них по-прежнему мечтают. Галина Белоусова, Владимир Савилов, Первый Ростовский. Ветер стихает, мороз слабеет, резкое изменение погоды в Ростове. И вот теперь узнаем нашу зиму. Она становится похожа на обычную себя. Чуть морозно ночью, переход на плюс днем, а значит, робкий снег переходит в дождь, а дороги покрываются гололедом. Ростовчане всех от души приветствую. Вот что у нас сегодня за день недели? Среда, правильно? А бабушка мне еще давно говорила, среда, неделя, середина. Вот такая у него была поговорка, можно так сказать. Я, конечно, в это верил, а вот недавно задумывался, буквально несколько дней назад, ну какая же среда, середина, если на самом деле середина недели, это четверг, правильно? Все оказалось довольно просто. Объяснение оказалось довольно простым. Наши предки считали началом недели не понедельник, а воскресенье. Соответственно, среда у них была именно середина недели, потому они ее так и называли. Но с какого бы вы дня не начинали неделю, вы всегда, каждый день недели, включайте телеканал Первый Ростовский. Там мы вам расскажем самый точный прогноз погоды. Ну, приблизительно, точность всего 95%, а по средам 96%. Субтитры сделал DimaTorzok Как обещают нам синоптики, уже сегодня ночью нас ждет заметное повышение температуры. Мороз с 9 градусов ослабеет до 2, а еще пойдет снег. А за компанию и дождь. Как это не неприятно. А днем в четверг градусы вообще перевалят на плюс 2 градуса тепла, увидим на термометрах. Небо будет хмуриться, облаков скупится масса, но осадков синоптики не предвидят. И восточный ветер наконец-то снизит свою активность. Средняя его скорость упадет до 5 метров в секунду. А еще завтра новолуния. Но чем она поможет или навредит погоде, науке неизвестно, по крайней мере, биологам. Таким был Ростов сегодня. А каким он будет завтра, смотрите на Первом Ростовском. Завтра же в 19.00. Наши новости можно найти на сайте 1Rostov.tv и в соцсетях. Присылайте свои идеи, наблюдения, фото и видео на WhatsApp и Viber. Вся информация, контакты на сайте. В студии были Рубен Данов и Алина Николаева. Всего доброго. До завтра. Одежда ведущим предоставлена магазином «Элис». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова